Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Куда идем? Где мы? Мы находимся на гастрит Нет, не тот гастрит, который воспаление желудка А the gas street И мы наблюдаем на данный момент, как один дядька таскает Я не знаю, явно не плотвичек, но какую-то рыбку Почти одну за другой Довольно успешно Мы успели сфотографироваться на фоне вот этой синей совы Причем сова вампир, потому что у нее два зуба вылезают Таких конкретных клыка Вот, у меня нет, меня удалили Я тоже мой первый Вообще, очень красиво здесь какие-то классные-классные лодки Но мы только-только пришли, поэтому мы пойдем дальше Первый раз вижу человека, который так хотел одеть GoPro на голову Да, это желание непреодолимо Оно несравнимо ни с одной зависимостью Мне просто хочется снимать, снимать, снимать Включай Поэтому сейчас будут съемки с его глаз Yes Так, погнали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Что, мне нравятся вот эти вот дополнительные ступенечки Для того, чтобы было удобнее забираться То есть больше как бы опора сразу же идет И спускаться тоже не так скользко Наверное, полезно в мокрую погоду Да, на самом деле удивительно, что она до сих пор не мокрая Там что-то интересное происходит Ну, я думаю, что люди загорают банально Потому что погода позволяет Они пользуются редкой возможностью увидеть солнце Да На севере Англии На севере Англии, действительно О, смотри, какие балкончики А вот кресла мы такие На самом деле, я думаю, что нам сегодня еще с погодой Походу, будет та же самая, что вчера С утра солнце Значит, в обеденное время начнется град Да, я думаю, град мы уже израсходовали Я думаю, начнется торнад Торнадо в Англии? Все может быть? Раз солнце в Англии, так торнадо может быть Ну да На, вот этот значок мне очень понравился А может, это нужно совком подгонять собаку? Ну шевелись же Шевелись Шевелись Да, вот кто-то не пошевелил свою собаку Нет, просто кто-то Или кто-то очень слишком сильно пошевелил и шуганул Я понимаю, почему надо такие знаки Да О, о Пожалуйста, снять после твоего собака Кого-то было лень донести Да, а еще мы обратили внимание, что много из вот этих пришвартованных лодок Или барж Барж, наверное, да Они служат, в принципе, как городские кафе Или маленькие ресторанчики Да у них люди живут Здесь можно Даже дома? Да, в таких городах, в которых есть, протекает река В них можно купить, или вернее, арендовать место Где ты будешь швартоваться в течение, там, шести месяцев, года Да? В принципе, стоит дешевле, чем квартира Многим нравится жить на воде И многим нравится независимость, что они могут, в принципе, взять свой дом и поплыть куда хотят Как улитка В принципе, вот баржи, которые с мотором, да, которые нормальным мотором Есть баржи весельные просто Есть, которые есть с мотором Так с мотором, в принципе, можно переплыть канал Можно доплыть до, не знаю, Голландии, допустим Вот так Ну, многие плавают по Франции Мощенная дорога кончилась, и мы решили идти дальше Время для GoPro Да, потому что мы пришли на St. Paul Square И там какая-то церковь И гладбище И офигенный Мерин еет Нет, это даже не Мерин Так вот, мы пришли на St. Paul Square Тут кладбище Кафедралочка Все как нормально Пиво, сидр, простите Вот, дядька, который убирает улицы Занка, который читает надгробие Очень красиво для Бирмингема Говорю, очень красиво для Бирмингема Вообще, Бирмингем по мне так красиво было О, пальма Там, куда-то налево А куда мы двигаем? В Jewelry Square, да? Jewelry Quarter А, Quarter Вернись, посмотри туда, запечатли Что? Человек-камеру, но смотрите наверх А, ок Петушок Петушок Там Таунхол Окей А нам нужно туда Ладно, пойдем туда А можно подойти сюда, по травке ходить, нет? Можно Да? Ну здесь какая-то клубная улица Да Стеканы с пивами везде валяются Здесь пришел стеклянное О, прикольно здесь все Таунхол После долгих поисков мы наконец-то нашли его И так Jewelry Store Точнее Jewelry Quarter Мы, в принципе, прошли Ну, еще он продолжает Немножко мы двигаем в сторону Таунхола Вот И Аппарат не хочет, чтобы мы платили ему И аппарат реально не хочет, чтобы мы ему платили Неплохой замочек Это мой для велосипеда Да, такой надо молодоженам повесить в Риге на мост Через канал Я боюсь, что тогда Мост обвалится Да Мы искали тебе фишн чипс Мы честно старались Мы нашли какую-то хрень Но хрень выглядит вкусной Да, ну это почти фишн чипс Это фишн чипс? Ну да В общем, да У меня вафли А тут А тут этот Пачкейк В общем Вроде все довольны Так, мы пришли в Пермингем К Таунхолу Да Вот он на заднем фоне у нас там И да, тут еще есть какая-то пашенька В общем, да Нам очень Нам очень нравится Бирмингем Да, а вот такая длинная рука Да, а там здание Роуна Аткинса Ну, по крайней мере, его фамилия там точно есть Ну да, сейчас мы его покажем крупным планом Вот Что вы думаете насчет Таунхола? Я думаю, что это это здание, а не это Кстати, да, вполне реально Но вообще, в целом, очень интересное территорное строение Мне больше почему-то впечатляет строение рядом Какое-то современное строение Я не знаю, что это Но выглядит как-то Пойдем посмотрим Да, выглядит как-то очень интересно У нас не очень много времени, потому что Вот эта пучка идет прямо на нас Скоро будет дождик Но здесь очень красиво, кстати Бирмингем Реально красивый город Что мы делаем? У нас начинается дождь Да Это опасно Я боюсь Да Уже закачались деревья На самом деле нам пора валить Как бы Мы ошибочно приняли Баскервильг Хаус за Таунхол Таунхол на самом деле там сзади Мы до него еще постараемся успеть добежать И после этого мы двигаемся быстренько к машине Потому что надо ехать по Оксфорд и убежать от дождя Пока! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 так есть называется потому что она выглядит как как маленькая модель когда это факт ладно и так мотор музей мы не пошли потому что не знаю нам как-то стало лениво вот или пойти посмотреть это мини-виллайдж до деревенька и посмотреть как она там будет выглядеть вот а пока мы идем по улицам в принципе немного идет дождик тоже очень красивые улочки красивые маленькие домики всякие изделия продают за ночь кем взять надо зайти и посмотреть что там вот тут собаки что гиганты в стране мини-деревица я совсем такие маленькие деревица маленькие домики даже маленький садик прикольно маленькие стекла маленький канал вот так это даже это ресторан вот так все видят птицы маленький велосипедик причем так знаешь валяется как будто реально его там просто бросил пацаненок мелкий и мы такие гиганты смотри когда даже когда это канал мельница а мельница не крутится жаль вот он мотором изъем точно слушайте точно это же реальный макет смотри а мы в какой-то из этих магазинов ходили же не вот тирум свод здесь были вот дэн там мы заходили в туалет где-то вот там по ходу до борта чайна кукла кукла мил точно слышать это прикольно что там видно смотри в перспективе можешь посмотреть через зеркало как это выглядит он поворачивается ну-ка мы кстати вот здесь эта машина припарковали вот там где-то надо точно я помню этот дом я как раз хотел обратить на него внимание это ну типа двойняшка смотри там трактор стоит маленький так там даже вовнутрь можно посмотреть так ну кафедрал кой по-моему мы уже осмотрели с ног до головы самом деле вид круче отсюда и тут кстати еще и поют маленькие большие дома где маленькая собачка маленькая будка и маленькая собачка да и дайл хаус да кстати вообще если что то это макет самого города борта на дэвотер мне нравится это дерево да кстати напомни мне пожалуйста подарить тебе машинный бонзай машинный бонзай точно в мой сад джерн интересно дверка открывается не вряд ли о gift time а это все эти маленькие магазинчики вдоль которых мы шли там где всяких а вечер продают все остальное а что тут точно тут церковь и тут тоже поют ай тут тоже есть кому петь да посмотри особенно вот эти вот лица прикольные у этих ребят давно поют судя по всему мышь получились вот этот шортах пошел в церковь но это колени немного он дадим ведерко какое-то горшочки раскиданы капуста растет смотри а тут даже смотри маленькая лопата маленькие виллы стоят а там коняшка маленькая маленький конь маленький трактор там маленькая машина у кого-то во дворе запаркованы а мы пойдем посмотрим может быть макет макета вот так она выглядит вся этот весь город это вид сверху не такой уж большой если так посмотреть на самом деле занимает пару часов чтобы обойти на самом деле макет макета стоит там внизу дальше да вот там вот вот там вот видишь там и маленький есть макет макета да как-то взрыв шаблоны идем смотреть макет макета почему мы нашли макет макета и макет макета макета интересно в нем есть макет макета макета это уже будет перебор по моему это просто какой-то макета цепшн ну это реально круто человек камера заглядывает в окна мы увидим кадры с другой камеры маленькая зеркальце серьезно зеркальце точно зеркальце давайте хочу там мутится так что мы там кто-то живет котик покажи а это доволен котики ладно олд вилыч посмотрим оценим посылайте ваше мнение и желание сюда приехать о маленький прудик кстати да ну ладно в общем увидимся мы продолжаем двигаться в лабиринт и мы встретили уточку которая яростно плывет против течения она борется она борется я уточка я луза давай кстати ничего такая вода даже не пахнет сильно да не ну на самом деле ледяная но не настолько ледяная чтобы вообще понятно что ты мне расскажешь хорошего мне очень понравился маленький городочек очень красиво все выглядит такое все цвет классный такой бежевый мне очень нравится мне нравится как люди ходят по каналу босиком кто босиком кто в сапогах да немножко на по ним напоминает день вдв они похожи на десант особенно вот эти вот да здесь ми а думал майлс 25 милс пешком я бы не выдержал а вот и мэйс что ж мы постараемся не заблудиться в общем мы пришли в лабиринт и у нас тут небольшой квест нам нужно найти слова и записать их под номерами и потом мы сможем прочитать предложение как найти какую-то там дракона короче золотого стрекозу ну да драгонфлай это стрекоза значит золотую стрекозу ты нашла первое слово где сильно заметно так вот что то первое что это по вашему это фиш да окей ну пошли дальше фиш и это второе слово значит мы что брали айрис игрик и весло весло ну что весло венкарши а как английское весло а почему тут два еще потому что это ребус ты знаешь как весло нет ты написал весло да пока что да десятая десятая это cat или kitten или cat или kitten напишу kitten я напишу cat cat а тут мы не были а стоп подожди а что это за слово то четвертое слово ну да он да ладно погнали сюда о третье что там а что это это часы часы да точно клок или вот не ну клок и вот что это наручное клок это часы настенные это выглядит больше как настенные нет мы пошли там налево а сейчас я снова можно было выбрать третье третье слово ясно тут мы были тогда идем там налево нет кто-то пытался план составить где вон что-то где-то стрелочек там нарисованы на столе ха-ха-ха тут мы по-моему не были да о реально мы тут не были что-то новенькое что-то новенькое что-то новенькое а совы? или у меня глюки темно и страшно двенадцать это не двенадцать, а семь 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 это энд значок энд пять священник прист или монг или монг или прист вот это двенадцатая это двенадцатая колумн так а вот это вопрос хороший а я вижу слово пошли к нему одиннадцатая одиннадцатая а тут тоже есть проход одиннадцатая буква е-р это девятая он я что-то потерялся вообще в пространстве я не знаю где что не я знаю что выход точно там начало там в той стороне выход там где потому что дорога слышно? нет не только поэтому солнце? ээээ интуиция ээээ ну пока мы идем небольшой комментарий ну не знаю как то лично я абсолютно не руководствуюсь никакой логикой на данный момент чисто интуиция не больше того не меньше даже не солнце и не шум машин вот но не знаю так и так тринадцатое слово тоже энд что ж у нас осталось неразгаданное шестое восьмое и четырнадцатое после чего очевидно мы должны найти выход о и вот четырнадцатое слово и это гиря как как будет гиря по-английски гиря походу у нас нету шестого и восьмого слова ну а если сюда зайти ну там очевидно мы должны найти dragonfly фишерклок гонкам что то там и что то там он на кетер колон и не знаю и и и и и и и и я нашел но это все равно и не Это не имеет никакого смысла Понятно, лошары, что не сказали? А вот это вот, случайно, не слова, которые надо произнести? Не Может быть это порядок слов? Ну да, ладно, погнали А что вы хотите? А что вы ждете? Окей, мы прочитаем слова, и что случится? Ну хорошо, давайте я это сфоткаю на самом деле Ладно, мы доберлись с зеркалами, да? Да А вот там, кстати, видно было нормально С этой стороны Слушайте, а может быть это нужно Каждая так обойти и посмотреть в зеркал? Ну? Ой, это макрадыш Я не понял На них надо нажать Ну я нажал Да, ставим тоже Оу! А, открылась сороты Да, было интересно Даже немного Стремно Но мы сделали это Пока Что ты думаешь насчет лабиринта? Это было супер увлекательное приключение Потому что Должна Смекалка Должна была на самом деле потом Потому что просто тупоображение Нам, естественно, помогло найти Нужные слова и нужные цифры Вот, но Вот, действительно, сложно Потому что английский, видимо, не наш родной язык И как-то Да Мы подбирали не все слова Во-первых, мы Да, мы не знали многие синонимы Например, для меня Это Скажем так Для меня оба эти слова знакомы Колум и пила И что они означают Но Я сразу Почему-то Когда увидел нарисованную колонну Подумал, что это именно колум А не пилар Потому что Ну, скажем так Для меня, как для русского говорящего Слово колум более знакомое Обиходное И так далее Вот, поэтому Мы не могли составить слово Которое в итоге было Caterpillar Гусеница Вот Ну, ладно Anyway Также 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 было интересно то Что нужно было додуматься До Мысли о том Что римские цифры Которые обозначали Порядок слов Ну, во-первых Вообще додумать, что это Именно порядок слов А не что другое А не, допустим, дата И что нужно было увидеть С его перевернутым В зеркальном отображении В куполе Который там был Это, кстати, мысль высказывал именно Дима И спасибо ему за это Потому что благодаря этому нам было легче найти ответ Вот И А, и в итоге нужно было нажать обезьянам на лапы Да, и надеюсь, я это заснял Покажу После километров дорог мы приехали в Оксфорд Идем кушать Замок Мы сголодались Голодные дети Мы хотим пожрать И еще мы потом осилим этот холм Да, и потом нужно забраться на холм И после этого ехать домой спать Потому что я устал Вот так и вот план На ближайшие пару часов Да, мы поели Очень-очень-очень вкусную еду В ресторане Брэйцо И А вот, да И И мы вышли на Оксфордский холм Но он оказался закрыт Туда можно пройти Кинув монетку В фунт Точнее, не кинув, а за фунт купив Кот Но место, где купить Кот Уже, к сожалению, закрыто Поэтому на холм мы, собственно, не попадаем Да Зато мы видим Отличнейший закат Да, ну есть мысль В общем, может быть Сделать все-таки Небольшой крыжок И все-таки Ехать домой Потому что путь тоже Не короткий И мы устали Да У нас были насыщенные выходные Которые вы увидите вместе с нами Вообще Это замковая площадь Вот это замок Оксфордский замок Звезды Ютьюба Не надо Да Не надо И у оксфордский замок Субтитры сделал DimaTorzok Короче, мы нашли Добби Это чувачок из Гарри Поттера Эльф, если я не ошибаюсь Такой печальный Да, ему грустно И у него, кстати, есть борода Рыжая Я бы предложил его развеселить Но, по-моему, Добби уже не помочь По нему ползает ползает Ладно Это шутка А вообще Мы находимся В таком вот живописном месте Да И у нас здесь такое здание Мы пришли в здание Здание мыслителей И когда смотришь на массивные колонны На массивные стены И широкие окна этого здания Создают впечатление Что сюда реально ходят специальные люди Которые вот приходят в это помещение Садятся за парту Именно парту Они поставят себе руку на локоть И опираются на локоть Ставят руку под подбородок И говорят Вот все, сегодня буду думать Думаю, буду думать Огромную мысль буду думать Просто нереальную Я думаю Мысль Ну вот как-то так Ладно, мы оставим его думать И пойдем дальше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!